Традиционная китайская живопись, где художники ориентируются на принцип «природу учат человека понимать прекрасное». Эта истина является главной темой традиционной китайской живописи Го Хуа. Само слово в переводе означает «наша живопись» или «живопись нашей страны» и подразумевает картины, написанные водяными минеральными красками на тонкой бумаге. Как утверждают историки, истоки китайской живописи восходят к узорам и изображениям людей и животных на расписной керамике неолита, отдаленного от нас на 5-6 тысячелетий. Цель выставки – представить китайскую культуру всем желающим изучать ее. Работы на этой выставке представлены как мои, так и работы студентов Института конкурсии в Москве. Поэтому я считаю, что искусство вне границ, и оно может объединять народы разных стран. Мне очень нравится, как все организовано. Я очень всем довольна. Я считаю, что данная выставка может способствовать скреплению российско-китайских отношений. Помимо интереса красивой, экзотической для нашего глаза живописи, а увидеть оригиналы, нерепродукции, да еще и в присутствии автора-создателя, согласитесь, дорогого стоит, за выставкой стоит куда больше смысла. Ведь проходит она в рамках фестиваля «На том стоим» красной нитью этого международного мероприятия. Проходит тема значимости и самобытности русской культуры в мировом сообществе, несмотря на все попытки отменить или запретить ее. В наше время интерес к таинственной и загадочной культуре Китая не иссякает. Китайская народная республика давно и прочно стала нашим стратегическим партнером. У нашего региона налажены прочные связи с партнерами из Поднебесной. В Рязанском государственном университете имени Есенина более 10 лет успешно действует Институт Конфуция. В Чанчуньском университете открыт Китайско-Российский культурно-образовательный центр имени Сергея Есенина. Художница Ван Сюлин родилась в 1958 году в городе Тяньцине. Ей было 40, когда она окончила факультет китайской живописи Китайского заочного университета. В разное время была ученицей таких мастеров, как Хуан Хэ, Ха Пэй, Джан Вэй. Много раз получала наставления у Ван Сюэчжуна. Долгое время изучала работы художников прошлого, со временем овладела китайской портретной живописью. В список ее наиболее известных произведений входят 87 небожителей, изображения Будды, обновления природы, красавица и другие. Работы Ван Сюлин хранятся в коллекциях музеев, выдающихся деятелей культуры и искусства, крупных политиков.